Многие мужчины говорят, я даже вот удивляюсь, что когда мы приехали на отдых, я постоянно готов, а жена не постоянно готова, потому что она к этому не привыкла. То есть я понимаю, что вот этот вот психологический настрой, он тоже важен. Я сейчас отдыхаю, и у меня все функции хорошо работают, да, вы, наверное, тоже замечали, да, или когда человек полностью погружен в какую-то трудовую деятельность, то есть ему не до расслабления. Как только он куда-то приехал, то чистота отношений там увеличивается, ну и качество, соответственно. То есть иногда, когда вы устали, вам кажется, что вы устали от отношений, может быть, вы устали чисто от этого места и от тех окружающих людей, которые рядом с вами. А стоит вам вдвоем со своей любимой, со своим любимым переехать куда-то в новое место, отдохнуть, провести какое-то время, и ваши отношения будут снова налаживаться. Да, кстати, продолжим. Мы с вами рассмотрели вторую стадию, да, возбуждения. И вот есть еще третья фаза. Это непосредственно кульминация, да, сексуального процесса, оргазм. К сожалению, на этой фазе тоже бывают значительные половые дисфункции. С чем они связаны? Ну, это в первую очередь, конечно же, эректильные дисфункции у мужчин и у женщин, да, отсутствие оргазма, анаргазмии. Причем зачастую у женщин, к сожалению, мнимы, потому что они воспринимают эту проблему действительно серьезно и ставят на себе крест. И более того, как бы мирятся с тем, что они бесчувственны. Стают, что она навсегда такая, да, как будто бы фривиды. На самом деле это не так. Да, то же самое и у мужчин. Но помимо этого, у мужчин еще характерна для данной фазы такая половая дисфункция, как преждевременная эякуляция. Тоже достаточно распространенное явление, когда половой акт вообще длится 20 секунд, да, и главное успеть. Также это непосредственно будет, наверное, еще связано в большей степени с синдромом тревожного ожидания, да, вот сексуальной неудачи. Здесь, конечно, психогенность этого процесса в большей степени, однако бывает и эндогенность, да. То есть здесь тоже нужно, конечно же, сначала обратиться мужчинам к врачу, к специалисту, к андрологу, к урологу, да, а не заниматься самолечением. У нас просто есть многие клиенты, которые ставят кольца себе и так далее, начинают придумывать, изучают кучу всякой, так сказать, легкой литературы в интернете, да. И делают выводы, занимаются самолечением, вот. Да, этого, конечно, все-таки лучше не делать, лучше обращаться по адресу. И вопрос все-таки мнимой анаргазмии, да, в большей степени, наверное, женщинам, да, подвержены этому моменту. Да. То есть есть какие-то техники, которые позволяют достичь оргазма, да, потому что некоторые даже подразделяют этот оргазм, хотя, скорее всего, это все-таки один и тот же оргазм, просто его называют и клитеральным, и вагинальным, и как угодно называют. И на самом деле это такой оргазм, который испытывает женщина, просто она по-разному воспринимает. То есть техники какие-то есть, и вы со своими клиентами... По мнимым анаргазмиям, смотрите, здесь вообще вопрос такой, что такое мнимая анаргазмия? Чаще всего причины лежат в чем? Это дефицит техники секса. Люди по-простому не умеют заниматься сексом. У них нет техники, да, мы можем, кстати, сегодня обсудить, да, что такое вообще адекватная партнерская техника секса, вот, это в первую очередь. Далее, мнимая анаргазмия зачастую связана с сексуальными дисфункциями у мужчин, это и завышенные требования женщины, и свои какие-то изъяны, да, то есть у женщины вообще как бы эта функция, она очень психологична. Секс для женщины это все-таки больше про психологичность, если про партнера, то это физиология, а для женщины это в большей степени психология этого процесса. То есть получается у женщины завышенные требования и к себе, и к партнеру, да? Конечно. Она вообще считает, что если, многие женщины считают, кстати, что если у меня нет оргазма, кто виноват? Мужчина. Мужчина, конечно. Кто ж еще? Это некоторое перекладывание ответственности, да, представляете, если бы мужчины перекладывали ответственность за свой оргазм на нас, да? Нет, ну хотя и есть и такое. Ну хотя же есть такой миф распространенного убеждения, что слово женщины лечит, да? Вот если она сказала, у тебя все классно, у тебя все хорошо, и у него как такое, знаете, утверждение, вот у меня с этой женщиной всегда все классно получается, потому что она видит во мне только мужскую силу, да? А если другая женщина ему сказала, ой, что, вот это и все, что ли, да? И все. То есть у него может пропасть наверняка и потенция, но в каких-то случаях единичных. И вообще сама. Даже не в единичных. Не в единичных, да. То есть вот поэтому женщинам нужно посоветовать, хотя и женщины, и психологи не советуют, да, что стараться быть очень осторожными в высказываниях, очень аккуратными. И тут поддерживающая терапия, да, вот когда приходит пара, мы сразу об этом говорим, о том, что начинаете делать комплименты друг другу, в том числе и в этой сфере, чтобы все было хорошо, даже лучше, чем есть на самом деле. Это нужно как-то поощрять и стимулировать, вот как вы рассказывали, что нужно даже иногда бывает важно написать себе какой-то план, да, или какое-то расписание, когда у нас это будет, это входит в терапию. Это очень интересно, потому что когда вот мы с вами обсуждали, да, на теме, когда мы с женщинами встречались в нашем женском клубе, вы говорили о том, что существует даже планирование секса. Это вызвало улыбку, но на самом деле это очень здорово, да, и как это выглядит, как вы рекомендуете это делать клиенту? Это как раз для тех, у которых всегда нет времени, да, на секс, которые заняты карьерой, спортом, чем угодно. И возможно планировать, да, ставить свой план, да. Обязательно, да, почему? Секс это неотъемлемая часть нашей жизни, да, это то, что заложено в нас по физиологии, на уровне потребностей, ведь правильно? Это то же самое, что пищеварение, еда, сон, то же самое, XX, это наша базовая потребность человека, вот. И поэтому, конечно же, нужно планировать секс. Вот смотрите, Эльвир, к примеру, приходят зачастую клиенты, которые говорят, некогда, некогда. Когда у вас был секс? Ой, надо вспомнить, да, когда это было, может, полгода назад. Отлично, давайте спланируем. Каким образом? Что будет включать наш процесс планирования? Во-первых, это подготовка свидания. Давайте вспомним наш конфетно-букетный период, начало наших отношений, когда мы только начинаем, что с нами происходит. Да, у нас куча этих эмоций, гормонов, мы на эти свидания собираемся с утра, крутим кудритом, я не знаю. Как это было? Это было зажигательно, это было весело, это было состояние предвкушения, да. Сейчас это у нас, получается, ушло на нет, потому что это стало обыденным, да. И действительно, если планируешь какое-то свидание, и сама готовишься, и морально, и физически... Эмоционально, да, эмоционально. Можно подогревать супруга какими-то дополнительными СМС, да, то есть обсуждать этот момент, так сказать, предвкушать его. Соответственно, естественно, конечно же, подготовиться более детально. Купить какое-то красивое эротичное белье обязательно. Можно и костюмы, собственно говоря, зачем ограничиваться бельем. Многие пары, которые уже находятся достаточно в длительных отношениях... Просто необходимо, да, чем-то подогревать свое воображение, какую-то новизну, какие-то элементы чего-то нового. Или свидание в необычном месте, к примеру, да? Ну да, и тут такой вопрос спрашивают. Это он должен меня пригласить? Девушка, я говорю, почему и вы можете пригласить его? Почему бы и нет? То есть пригласить его куда-то? Я думаю, что вам обоим понравится эта встреча. Необычная, неожиданная. Именно вот такая будоражащая. У меня даже некоторые клиенты делают себе график на холодильнике, да. То есть они когда каждый раз открывают, они понимают, в эту субботу в 15.00. И у них есть постоянное напоминание об этом, да. И они готовятся мысленно целую неделю, к примеру, потому что у них по графику каждую субботу. Хотя бы каждую субботу, это тоже здорово. Это уже замечательно, каждую субботу, на самом деле. Потому что для людей, которые находятся в браке там 20-15 лет, раз в неделю вполне себе. Ну да, потому что сейчас мир перешел на более такую виртуальную реальность. И там в доступе все, что хочешь, в каких хочешь количествах, в каких хочешь изображениях, да. Если раньше в советское время мы встречались только лично, да. То есть максимум у кого-то был домашний телефон, то сейчас есть мобильные телефоны, есть масса информации в интернете. Многие говорят о том, что даже молодые пары, когда приходят на прием, говорят о том, что почему-то секс не такой актуальный, да. То есть сейчас они заменяют. То есть какие-то такие суррогаты существуют, когда они заменяют это чем-то. Кстати, Эльвира, скажите, а виртуальный секс это измена? Это про измену или... Ну да, я хотела, чтобы мы с вами поговорили об измене, наверное, на другой встрече. Но можно поговорить и сейчас. Что такое измена и виртуальный секс является ли изменой? Это индивидуально. Потому что для кого-то это уже измена, а для кого-то это просто кто-то куда-то посмотрел. Да, это все зависит от пары. И мы не можем навязывать паре какие-то свои существующие стереотипы. Но в большинстве случаев люди думают и считают, что измена это когда действительно физическая измена произошла. И тут тоже мнения разделяются. Некоторые говорят, ну физическая измена, вот это можно простить. А если он уже в нее влюбился, вот тут уже у нас есть чувства, то это гораздо больнее. То есть это тоже настолько индивидуально нужно подходить с точки зрения ценности пары и ценности индивидуально. То есть для кого-то посмотреть картинку это обычно, а для кого-то это уже повод для развода. Скажите, Эльвира, а вот в вашей практике как часто вообще люди приходят с таким запросом решить, что мне делать? Да, уходить, либо все-таки оставаться в браке. И может быть есть такие пары, которые достойны вашего, как бы так сказать, восхищения, которые смогли сохранить, да, благодаря терапии вашей в том числе? Ну в основном процентов 90 пар они приходят и готовы сохранить отношения. Почему? Потому что обычно в таких парах существует какая-то общая реальность. В большинстве своем это дети, которых трудно разделить и как это все они не представляют, как дальше, как это вообще сказать, детям нужно ли говорить. И еще бывает момент общий бизнес, его тоже трудно поделить. Это как общий ребенок. Самая большая стабильность, да, в этом мире? Стабильность и приходится как-то сосуществовать. Ну и какие-то другие моменты. И очень многие говорят, я просто его люблю, я просто прощаю. И многие начинают уходить в чувство вины, говорить, это я виновата, значит, что-то я там ему не додала, или я ей что-то делала не так, раз она это совершила. Ну, в какой-то степени, в большей степени, да, в этом какая-то доля правды есть, действительно. Один из партнеров, как правило, ходит и молчит, да, а второй думает, что его все устраивает, да. Поэтому, ну, тут разные моменты измен. Да, в основном мужчины изменяют по какой причине? Ну, просто, может быть, для разнообразия, или так получилось, или они даже не считают, что это измена. Женщина, скорее всего, у нее есть какой-то эмоциональный подтекст, либо это травма-насилие, то есть она неосознанно снова входит в эту роль и проживает, и остается там жива. Ну, это отдельная тема. Второй момент, это, ну, какая-то случайная связь, потому что бывает так, что уже какой-то кризис семьи, недоговоренность, нет каких-то точек соприкосновения. То есть один хочет одного постоянно, да, а другой, другого чего-то, они не договорились, и происходят измены. Третий момент, когда просто элементарно нет коммуникации. Коммуникация нарушена, мужчина женщину не слушает, постоянно ее там, ну, перебивает или что-то еще, и она идет к другому мужчине. Для чего? Чтобы он ее послушал. И она согласна даже на сексуальные отношения, а многие мужчины это знают и пользуются, то есть после секса. А поговорить, вот он просто послушал, сказал, какая-то прекрасная, замечательная. То есть ее потребность быть услышанной закрыта. Ну, к сожалению, бывают разные последствия таких необдуманных действий. И пара переживает этот момент, этот кризис больно. То есть они переживают оба, и тот, кто изменил, и тому, кому изменили. Но если все-таки они решились на примирение, и мы тогда проговариваем несколько раз на одной встрече, либо на двух, мы закрываем, как говорят гештальтисты, этот гешталь не закрыт. Мы проговариваем, рассказываем, как это было, в какой степени они могут это рассказать. Если они не могут говорить, мы вообще это не говорим об этом. И мы составляем новый список правил семьи, как это правильно делается на системной семейной терапии. И пунктом первым мы пишем, что мы никогда больше не поднимаем эту тему. Мы закрыли и забыли. И идем спокойно, живем дальше. То есть, ну, вот только так. Если мы постоянно будем возвращаться, ах, ты помнишь, ах, вот как тогда, то есть это уже мы не простили. То есть нужно простить, забыть и идти дальше. Если вы не простили, дальше вы вместе не пойдете. То есть тут так категорично. Вообще семейная системная терапия, это, наверное, один из видов терапии, где может психотерапевт в некой такой директивной форме, ну, вот как вы говорите, составляем план, составляем расписание. Вот это мы делаем, этого мы не делаем. Если мы делаем, мы возвращаемся опять туда, где вы были, откуда вы пришли. Вот, так что, конечно, соответственно, ну, люди присматриваются, выбирают терапевта. Я и сама в отношениях уже больше 30 лет. Есть какой-то и собственный опыт. Ну, и исходя из того опыта пар, которые приходят, они, как правило, приносят что-то свежее, что-то свое. И, наверное, мы уже в целом тоже много что пережили из этих кризисов. Поэтому тут уже понятно, смотришь как со стороны. И действительно вот хочется помочь. И помогаешь в той степени, в которой люди готовы принять твою помощь. Вот, ну, как сказала мне одна из супервизоров, за что я очень благодарна. За клиентом. За клиентом. Мы не можем идти впереди клиента. Даже если мы видим сверху всю картину происходящего, мы постепенно, шаг за шагом, в терапии проходим какие-то этапы, делаем выводы, ну, и идем дальше. Итак, в завершении нашей встречи мы хотим подвести итог. Я поблагодарю Светлану за то, что она пришла сегодня к нам на встречу, рассказала и раскрыла очень интересные моменты. Тема сексуальная достаточно востребована и требует повышенного внимания, как в паре, так и индивидуально. В любом случае, когда вы обращаетесь к нам, к системным семейным терапевтам, либо к сексологам, мы всегда помогаем решить любые ваши вопросы. Но в любом случае, имейте в виду, что это совместная работа. Только совместными усилиями мы можем прийти к какому-то хорошему результату. Спасибо всем, кто смотрел нас сегодня. Спасибо всем, кто будет смотреть нас в записи. Пишите свои комментарии, пишите свои пожелания. Мы в любом случае всегда работаем для вас, всегда стараемся. Всего доброго, до новых встреч.